Хеллоу, ребята, рада вас приветствовать на своём канале. Сегодня новый формат видео, подкаст. Мы записывали подкаст «Грэнис Лайф», но сегодня мы поговорим о серьёзных вещах, и никаких шуточек не предвидится. Ну, посмотрим. В первую очередь мне хочется представить долгожданную гостью моего канала Екатерина Шадрова, действующий эксперт ЕГЭ, доцент, кандидат педагогических наук, а также член жюри Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку. Основным моментом и ценным для нас на канале по подготовке к ЕГЭ, конечно же, является действующий эксперт ЕГЭ Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет участникам. Надеюсь, что наша беседа будет полезна, и я готова ответить на все ваши вопросы. Да, конечно же, целью данного подкаста является рассказать максимально подробно ребятам, родителям, преподавателям о формате ЕГЭ, и у кого, как не у эксперта ЕГЭ, мы узнаем все тонкости проверки, подготовки к экзамену, потому что Екатерина однозначно знает больше, чем ученики, и мы будем всё выспрашивать. Если у вас возникают какие-то вопросы, ребята, обязательно пишите их в комментариях, я передам Екатерине, и мы будем просить её отвечать на вопросы. Я думаю, всё будет интересно, так что давайте начнём. Екатерина, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям о работе эксперта. Мне кажется, всем интересно знать, что же происходит за кулисами. Кто такие эксперты, эти загадочные профессиональные люди, которые вершат судьбы миллионов детей в Российской Федерации? Расскажите, пожалуйста, из чего состоит работа эксперта ЕГЭ? На самом деле это довольно комплексная работа, начинается она с официальной учёбы, мы долго учимся, проверяем, 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 много-много-много работ, и после этого сдаём квалификационный экзамен, и только после этого нас допускают к работе на проверках. В тот момент, когда ребята написали работу, мы тоже собираемся, у нас тоже а-ля экзамен, мы собираемся и просматриваем тот вариант, который писали выпускники, ну, это либо определённого региона, либо это, не знаю, центрального региона, и эксперты смотрят на варианты и продумывают все возможные способы, как это можно было бы сказать, если бы они были экзаменуемыми. Это так называемый тренинг, семинар установочный, назовите его как хотите, но именно здесь выявляются какие-то сложные моменты, диссонансы, они обсуждаются между всеми комиссиями, включая центральную, центральная может давать какие-то свои видения и установки, после этого комиссии приступают к проверкам. Ну, дело это трудоёмкое, проверка примерно одной работы может занимать 15-20-25 минут, и мы работаем с раннего утра до позднего вечера, и обычно на одну проверку... У вас выпускают из комнаты? Никаких телефонов, водичка, все бумажные ресурсы, всё, что мы держим в ручках, из кабинета не выносится, ну, у нас выпускают разные тампские комнаты, и, собственно, у нас есть обед, во время которого мы свободно можем выйти, позвонить и жить нормальной человеческой жизнью. Таким образом, мы делаем вывод, что сами эксперты, дорогие ученики, их родители, которые плачут о том, что дети находятся в аудитории в течение трёх часов, три часа десять минут, если быть точной, в течение письменной... письменная часть экзамена проходит по английскому языку, ну, и дополнительно на заполнение бланка регистрации и так далее, но посмотрите, как работают сами эксперты. Они находятся в таких же жёстких рамках, и никто не позволяет им как-то вести себя вольно. То есть... Самое интересное, что мы находимся под камерами, то есть нас за нами смотрят точно так же, как за выпускниками, и любые проносы сумок или телефонов караются. Хорошо. А ручки вы тоже используете только чёрные и гелевые? Ручки чёрные, карандаши обыкновенные, и всё выдаётся для работы. Ничего принести с собой нельзя. Потому что вдруг они пронесут шпаргалки. На самом деле, по итогам проверки мы заполняем бланк. Это такой проверочный бланк чёрной капиллярной ручкой, потому что точно так же этот бланк уходит в комнату сканирования. Мы не знаем, кто писал, мы имеем только номера, и только Центр обработки данных, ни в чём не заинтересованный, всё это дело проверяет, подсчитывает и смотрит, есть ли разногласия между экспертами. И в зависимости от количества баллов разногласий, работа либо возвращается на третью проверку старшему эксперту, либо председателю комиссии. И по итогам вот этих разногласий, либо работа оценивается на определённый балл, либо возвращается на то, чтобы перепроверить её ещё раз. А возвращаясь к тренингу, скажем так, который проходит до того, как сами ребята будут решать вариант, собственно, экзаменационный. Сразу после. Вот они пишут вариант, и мы сразу после провешиваем их вариант. У нас нет доступа к материалам до самого экзамена. Это, кстати, очень хорошее уточнение, потому что... Ой, очень важно. Очень важное уточнение. У нас нет доступа, ребята пишут тест, и буквально сразу после того, как они его написали, у нас установочный семинар. Таким образом, да, но, собственно, устраняется проблема слива информации, что абсолютно разумно и правильно. То есть мы сейчас с вами наблюдаем за тем, что работа экспертов очень ответственная, очень серьёзная, и доступ к данным весьма ограничен. Но вопрос я хотела задать несколько о другом. То есть когда проходит тренинг, и сами эксперты уже после того, когда ребята решили экзаменационные задания, сами эксперты решают, обсуждают какие-то возможные ошибки, сложности формулировок, что мы засчитываем, что не засчитываем. То есть таким образом, правильно ли я понимаю, что у проверяющего есть определённый план, то есть примерно то, что ожидается услышать от ученика, и насколько допустимы какие-то отклонения. То есть в смысле того, что не будет ли проверка жёсткой, вот поскольку речь идёт о языке, понимаете, не о математике, то есть вот есть определённые варианты, и, скажем, эксперт не будет углубляться. Он посмотрит так, ну что-то это в рамки сюда не входит, и, пожалуй, нет, я сниму за это бал, не буду переживать по этому поводу, а то на третью проверку пойдёт, а то потом на апелляцию придут. Заранее, заранее, заранее вычеркают. Ну, наверное, в большей степени это касается заданий, может быть, speaking task for, и, наверное, может быть, эссе или письма. В общем, один из главных критериев там решения коммуникативной задачи, и план, о котором вы говорите, это наша дополнительная схема оценивания. То есть мы смотрим на этот план и оцениваем, соответственно, наличие всех этих пунктов, которые есть в доп. схеме. Кстати, дополнительная схема оценивания, как и все остальные документы, определяющие проверку экспертами, находятся в открытом доступе на сайте FIPI, и абсолютно каждый ученик, учитель, родитель может ознакомиться с этими документами. Там чёрным по белому, по-русски всё написано. И если вы владеете грамотой, то абсолютно спокойно можете ознакомиться со всеми правилами. Здесь просто нужно немного времени. Всегда призываю своих учеников, в целом родителей и учителей, быть ответственными за эти моменты. Более того, в этом году, не помню, как в прошлом, но в этом году FIPI опубликовали эту доп. схему и вообще все критерии прямо в демо-версии. То есть при просмотре демо-версии можно найти всё, чему следуют эксперты. Собственно, это основные документы, которые лежат у нас на столе, и следуя этому плану, мы ведём проверку. Ваш вопрос, я думаю, Марина, он касается интерпретаций самого РКЗ. Например, если ребёнок в абзаце номер 2, задание 38, выбирает, например, какие-то два факта для описания, значит ли это, что он должен выбрать какие-то определённые два факта, или он может выбрать любые факты? Да, то есть меня волнует предопределённость проверки. То есть, скажем так, когда есть определённая схема, некоторая схема ожидается ответа от ученика, а он, к примеру, её не оправдывает. То есть он должен выполнить всё, что есть в его плане работы. Если он не написал двух фактов, неважно каких, вот здесь как раз нет такого, что возьми верхний и нижний, это совершенно неважно, он выбирает любые факты ученик, и главное, чтобы он их описал. Или если это проблема, и она должна быть связана с тем, что написано в задании, то это не может быть любая проблема. Это проблема строго потому, что написано в задании. Или если на фотографиях у нас изображены люди, играющие в хоккей, в футбол, то это не могут быть дети, которые плавают в бассейне. То есть это должно соответствовать тому, что есть, и всем критериям, и пунктам плана, и тому, что отражено в доп. схеме. Всегда зависит от варианта. То есть очень трудно предопределить, а что могут написать дети, и какие вариации могут быть, пока мы не видим самого задания. Вот есть задание, есть определенный набор вопросов, вымейл, например, и ученик должен детально ответить на все составляющие этого вопроса. Вот одна из коварностей, например, это наличие слова Russia, или Russian teenagers. Если вопрос про Russian teenagers, а ученик отвечает просто про teenagers, или про себя, ответ на такой вопрос не принимается, потому что мы не понимаем, он про каких подростков, или он почему про себя. Понятно, что он бы подросток, но вопрос был обобщенно про подростков России. Поэтому есть вот такие скользкие элементы, которые, казалось бы, в здравом разговоре понятны, раз вы меня спросили про русских подростков, я про них и отвечаю. Но это должно быть отражено в имейл, ну или в ответе, в устном ответе, потому что если этого нет, эксперт, находящийся уже по ту сторону баррикад, этого не видит, и он не может додумать до ребёнка. И в критериях прописано таким образом, что мы считаем это неполным, неточным аспектом, или вообще невыполненным. В целом, кстати, об этом я также говорю своим ученикам, поскольку русский язык отличается своей ассоциативностью. То есть и ученик, вот как вы правильно привели пример, не конкретизирует своего ответа. И казалось бы, ну что непонятного, вы же спросили меня, там написано про русских тимейджеров. Ну, право как живой коммуникация, это нормально. Вы же меня только так спросили, я же вам на это и отвечаю. Но в письменной коммуникации оно не так. Предполагается, что вы получили имейл, и тот, кто его отправил, уже забыл, о чём спросил. То есть ваш ответ должен быть настолько полным и понятным, чтобы тот человек, который задал вам вопрос, понял, о чём же он спросил. Ещё один момент, который уверенно волнует и учеников, и родителей, вот именно о качестве записи. Вот переходя к устной части экзамена, подскажите, пожалуйста, Екатерина, потому что я сама также сдавала ЕГЭ в том году, и для меня, ну я единственная, я приходила сдавать досрочный период, и была одним человеком в аудитории, но понимая, что в аудитории находится 4 ребёнка, и эти наушники, они совершенно не прилегают никак вообще вот к ушам, и я слышу абсолютно всё, мне сложно представить, вот качество записи, я думаю, тоже не всегда вообще идеальное. Как вы разбираетесь, как эксперт разбирается, и чью сторону он, скажем так, принимает, как он вообще вот выходит из ситуации? Расскажите, пожалуйста. Очень-очень болезненный вопрос вы задаёте. Конечно, качество будет отличаться от качества этого подкаста. Это даже тут. То есть качество оборудования в действительности как бы страдает. Согласитесь, это всё-таки такое оборудование, которое, ну вот что школы смогли найти, вот что в школах есть, причём оно может там использоваться не обязательно только в дни ЕГЭ, это оборудование. Это не регламентировано, то есть это не используется оборудование только для ЕГЭ? Вот я всё же не вхожу в число организаторов, я вот здесь затрудняюсь. Мне кажется, это всё-таки то, что есть в пунктах проведения. Возможно, им вот когда-то закупили 10 лет тому назад, они, может быть, раз в год это 10 лет оборудование используют, потому что много пунктов проведения, к сожалению, в которых качество не очень хорошее, скажем так. Даже если ученика слышно, параллельно слышно других учеников. Наверное, это связано ещё в том числе с нервозностью детей. Они переживают, чтобы их ответ было хорошо слышно, и они громко-громко-громко начинают говорить, чтобы их точный эксперт расслышал. И они перекрикивают других детей, и на заднем фоне всегда слышно других ребят. Слышно даже в паузе и пропуске в speaking task phone на 40 секунд, поэтому пока один ученик ответил, тут же начинает отвечать другой ученик, параллельно, и мы слышим так 2-3-4 голоса параллельно вот в наших ушах. Друзья, то есть не только вы слышите своих соседей, когда знаете устную часть, но и эксперты ЕГЭ прекрасно слышат ваших соседей, и как-то приходится им вычленять ваш голос и оценивать его. А апелляций по этому поводу много случается? Вплоть до, сейчас я вернусь к апелляциям, вплоть до комических историй, потому что бывает, что мы слышим соседа, ответившего на вопрос, и мы слышим экзаменуемого, сказавшего то же самое. То есть это такая хитрая уловка. Кому-то повезло, если с таймингом он вполне может взять ответ, который он только что услышал у соседа, его озвучить еще раз. Может быть даже в более верной и более качественной интерпретации. Теперь к апелляциям. Берите себе на заветку, ребята. Лайфхак. Но мы сейчас узнаем, как поступают эксперты на самом деле. Лайфхак. Лайфхак такой. Ну, теперь к апелляциям. Значит, по правилам в ходе экзамена, экзаменуемый должен сразу после ответа проверить свой ответ. И если он не удовлетворен качеством записи, то он пишет тут же, не выходя из пункта проведения, апелляционную жалобу. И только в этом случае его работа будет пересмотрена, будет дан ответ. И если эксперты увидят, что работа действительно, там все, весь отмет смазан, ничего непонятно, все хрипит и трещит, ученик придет на экзамен еще раз. И, наверное, второй раз должен удостовериться, что запись все-таки качественная. Это будет другой день, это будет резервный день. То есть ученик, собственно, так с одной стороны он решает свою пользу, но с другой стороны он сам себя наказывает, потому что прийти второй раз, опять же, это тревожно, это не все хотят. И, в общем-то, многие говорят, ладно, вроде там что-то слышно, эксперты расслышат. Теперь по поводу апелляции, если это произошло, то есть вот это наложение голоса, и что-то эксперты не расслышали, такая техническая апелляция приниматься уже не будет. То есть если эксперт при проверке не слышит части ответа ученика из-за того, что кто-то другой перебивает, это проблема ученика. Но мы делаем все возможное, чтобы расслышать. Как правило, технические возможности все-таки это позволяют сделать. То есть можно отделить голос, если там нет вот явного хрипа, шума, съеденного такого, отвалившегося микрофона, то в процентах 90, наверное, 8-7 мы все это слышим. Буквально 2, 3, 4, не знаю, вот работа у каждого эксперта может попадаться, где он пишет технически ничего не слышно, мы возвращаем работу с нолями, потому что там ничего не слышно. Возникает вопрос, почему ученик этого не сделал в ходе работы, почему он себя не переслушал. Не довели ли до него организаторы такой возможности? Или он сам настолько заторопился, занервничал, что убежал и не подумал? Или он вообще не знал, что это можно делать? Ну, мы можем только догадываться, поэтому лучше знать, уважаемые родители и дети. Но главную мысль, которую я вынесла сейчас из монолога Екатерины, это то, что эксперты по максимуму стараются помочь ученику, понимая, в какой стрессовой ситуации он находится. Эксперты, это не какие-то звери, которые хотят ученика, его баллы просто порвать, забрать себе, оставить в своём кармане. Вообще нет. Это учителя такие же, учителя английского языка, которые работают в школах или в вузах, которые прошли дополнительное обучение и очень стараются, для наших ребят, очень стараются, при условии, что, да, и сложности бывают и с оборудованием. Я думаю, что и с аудированием тоже сложности ввиду там всех этих моментов. Ну ладно, мы это опустим. Но в целом это люди важные, нужные, профессиональные, которые очень стараются помочь каждому ученику. И только в крайнем случае, конечно же, когда, ну я думаю, что ничего нельзя сделать, там вынуждены идти на апелляции ребята, да, какие-то вот моменты такие спорные. То есть, скажем так, убирайте баллы, когда, ну никак иначе. Вот, то есть, но всё равно, действительно ли эксперт всё-таки на стороне ученика? Но и плюс регламент, то есть строгий регламент, потому что если, совершенно понятно, что если вас взяли на эту работу, если вы её выполняете некачественно и просто там приписываете кому-то баллы, это тоже совершенно... Это невозможно, потому что это каждый эксперт проверяет, то есть каждая работа проверяется двумя экспертами. Как минимум, да? И как только председатель комиссии видит, что с каким-то экспертом постоянное разногласие, ну скажем так, кто-то решил похалявить и вместо проверок рисует любые баллы. Не знаю, ни разу с таким не сталкивалась, но вдруг, вдруг где-то такие бывают. То это выявляется буквально сразу, в первый час проверки. И такой человек просто отстраняется от проверок. То есть бывают эксперты, которые не доходят до конца проверки, которые плохо проверяют, скажем так, не согласованы с комиссией. То есть они интерпретируют критерии собственным образом. Все работы, которые вернулись на проверку, перепроверит старший эксперт, который головой отвечает за работу всей комиссии, или председатель, который тоже отвечает, естественно, головой. Поэтому никто из руководителей предметных комиссий не заинтересован в провале работы комиссии. Завершая тему работы, внутренней, скрытой работы экспертов ЕГЭ, спросим у Екатерины, сколько часов проводит эксперт за проверкой? Скажите, пожалуйста. Вообще мы должны работать около 8 часов, но, как правило, мы приходим немножко раньше, уходим немножко позже. Почему? Потому что никто не заинтересован проверять, не знаю, две недели. При этом у нас есть определенный регламент, когда мы должны все закончить, проверки сдать, потому что это уходит на цифровизацию, отправляться. Какой лимит времени по проверке? Каждый раз зависит от количества выпускников и от количественного состава предметной комиссии. Но в среднем проверка письменных частей, например, в работе моей комиссии, может занимать 5-6 дней. Проверка устных ответов может быть немножко менее, 3-4 дня. При этом 2 раза по 3-4 дня, потому что это 2 дня. При этом есть дополнительные дни, где мы проверяем резерв, ну и, соответственно, все, кто сдают досрочно. Вот так. Теперь мы знаем, кто эти люди, что они делают и как не сладко им приходится. Дорогие студенты, работаем, учимся, готовимся к ЕГЭ, чтобы не подвести наших экспертов и порадовать нас вашими прекрасными ответами. Переходя к вопросам от учеников и в целом к подготовке к единого государственному экзамену, поскольку и Екатерина, и я как преподаватель, мы непосредственно работаем с учениками, готовим ребят к ЕГЭ в онлайн-формате. У Екатерины есть свой замечательный проект, интересный ЕГЭ-клиник. И у меня также есть курс подготовки к ЕГЭ годовой, полугодовой. И мы непосредственно работаем с учениками и с подготовкой к экзамену. Есть ряд вопросов, которые повторяются из года в год. И хотелось бы их раскрыть. Начну, пожалуй, с того, с уровня языка. Наверное, вам тоже задают этот вопрос. А можно ли подготовиться к ЕГЭ по английскому языку с нуля? Это вам первый вопрос. Мне интересно, что вы ответите. Сколько времени мне нужно, чтобы я подготовился к ЕГЭ на 90 плюс баллов. А за полгода я могу, а за год, Екатерина, жду вашего ответа. Такой killer question. Да, killer question. Ну, давайте скажем так. Мы не верим в сказки про нули. Тут есть две опции. Либо это ложный бегинер, то есть человек, который что-то знает, и что-то можно туда к этому мясу, в общем-то, нарастить на минимальный балл. Либо это совсем действительно нулевой ученик, который, ну, я не знаю, может быть, только вот год назад что-то там начал изучать, может быть, он поменял языки, может быть, у него в школе не преподавался, вот он мечтает связать свою жизнь с иностранными языками. Вот в подготовку такого я не верю, потому что всё-таки ЕГЭ – это уровень B2, а язык – это навык, как хождение в спортзал, и мышцы, вот не нарастить нулевые мышцы за 32 тренировочных занятия, если у вас одно занятие в неделю. В среднем в год 72 часа, да, если мы там вот на… 32-36, у меня там начались каникулы, новогодние праздники, тут я уехала к бабушке, ещё у меня Новый год есть, поэтому они там сужаются до 32 занятий. Но 32 похода в зал не нарастят вам мышцы, точно так же и здесь. Ну, не будет навыка сформированного, чтобы сдать успешный экзамен. Если это ложный бигинер, такой А2 какой-нибудь, да, и он готов пахать, и он готов работать, и он готов день и ночь, не покладая рук, ну, как бы, вот как в зале он бы проводил время, каждый день по 2 часа, то есть шансы набрать, ну, какие-то средние баллы, не знаю, может быть, 50-60 в идеале. А теперь по поводу 90+. Всё зависит от исходного уровня. Если дети с приличным B2, им достаточно одного занятия в неделю, им достаточно ознакомиться с форматом, им достаточно вникнуть в требования, им достаточно посмотреть образцы идеальных ответов, чтобы выполнить и справиться с экзаменом, и выполнить все критерии, все требования к экзамену. Если это ученик, может быть, слабенького B2, и за этот год хочется ещё и повысить свой уровень английского, потому что есть ряд заданий в ЕГЭ, несмотря на то, что в документах указано, что это только B2, встречается и лексика уровня C1, даже иногда C2. Понятно, что задания построены не к ней, но в аудировании и в чтении такие слова отвлекают, они приводят к такой нервозности, я не понимаю кусок, потому что вот эти окружающие слова я не понимаю. И чем ниже вокабуляр, соответственно, чем меньше я знаю грамматических явлений, чем меньше я понимаю сочетаемость слов, чем ниже мой уровень английского, тем меньше шансов получить хорошие баллы. Поэтому на 90 плюс претендовать без серьёзной подготовки могут дети с уверенным B2+. На 90 плюс претендовать могут дети с B2 при кропотливой работе в течение 11 класса. Здесь у меня есть несколько комментариев, поскольку аудитория достаточно широкая, и действительно в России есть такое явление, что довольно большой процент учеников приходит, как вы их назвали правильно, ложный бигинер, и мне это очень понравился, этот термин возьму себе на вооружение. Действительно, ребята, которые, ну, ребята с уровнем А2, которые вот желают подготовиться к активному государственному экзамену на высокие баллы. В целом, в целом, если мы посмотрим на градацию заданий разного уровня сложности, базовый уровень повышенный, высокий, и данная информация есть в демо-версии, и, кстати, нет, или в демо-версии, или в кодификаторе. В кодификаторе спецификации. Да-да-да. Какие, ну, как правило, все первые, да, как правило, все первые задания относятся к более базовому уровню, все последние задания, они более сложные. Да, я хотела сказать именно о количестве баллов. 50 баллов вторичных, да, к теме первичных, вторичных баллов, сейчас мы перейдем и к изменениям ЕГЭ, это задания базового уровня сложности. И в целом, то есть вот то, что я говорю своим ученикам, то есть на этот минимум мы можем с вами рассчитывать. Да, да, совершенно верно. Ряд заданий довольно простые, и при такой тоже выделенном времени, усилиях вполне можно 50-60 баллов набрать. Да. Однако второй момент, который мне хотелось бы отметить, да, вот в отношении того, что действительно очень много ребят приходит с уровнем А2, и очень часто это ребята без опыта регулярной работы с языком, и у них есть ложное предубеждение перед английским, вообще в целом перед изучением иностранного языка о том, что это вот можно, а вот я сейчас раз-раз-раз, и всё. Но, к сожалению, нет, и вот, допустим, я также регулярно занимаюсь носителем языка, поддерживаю свой уровень, и она в том числе входила в комиссию по проверке, выпускных тоже экзаменов, и она мне постоянно задаёт вопрос, когда вот мы с ней общаемся, я рассказываю о своей деятельности, говорю о том, что многие ребята приходят с уровнем А2, и она с удивлением задаёт мне вопрос, ну, я не понимаю, Марина, а почему допускают у вас ребят к подготовке к экзамену за год, вообще в целом к ЕГЭ с уровнем А2? Это невозможно, да, то есть это о чём? Это к тому, что, ребят, вот все те годы, которые вы находитесь в школе, не просиживайте штаны на английском языке, учите язык, это постоянная работа, нон-стоп, будучи преподавателем действующим, я регулярно занимаюсь, потому что в спортзал надо ходить регулярно, ты ничего с этим не поделаешь, и то есть как бы это месседж тоже для родителей, уважаемые родители, то есть вот если вы выбираете английский, то нужно его проработать до 11 класса, чтобы действительно за год уже непосредственно работать с форматом экзамена, и тогда 90 плюс, ну, легко, легко, просто спокойно ознакомьтесь с форматом, и действительно занятие раз в неделю, просто практика, да, плюс самостоятельное, там, домашнее задание, всё будет прекрасно, да. Возвращаясь к теме баллов, дело в том, что ЕГЭ по английскому языку, как и ЕГЭ по другим предметам, претерпевают значительные изменения, причём с завидной регулярностью составителей экзамена нам их выкатывают, так сказать. Нам же обещали, что всё это поменяют к 25-му году, то есть ежегодно мы ждём обновлений вплоть до 25-го года. Да, да, безусловно, и мне хотелось бы поговорить в целом о формате экзамена, о вашем отношении как эксперта ЕГЭ с точки зрения, вот мы поговорим именно о языке с точки зрения объективности, вот оценки языка, это раз. И второй момент, интересно ваше мнение относительно нововведений, вот первичные и вторичные баллы, и о резкой смене формата таких заданий, самых каверзных для учеников, сейчас это в нумерации 38-е, бывшее 40-ое задание, ну и четвёртое задание устной части, вот интересно ваше мнение вот в отношении этих изменений в целом. Ну вот, не знаю, насколько это интересно может быть выпускникам, но напомню, что ЕГЭ не призван оценить уровень владения английским, для этого у нас есть прекрасные международные экзамены, а, к сожалению, малодоступные на территории Российской Федерации. И это, кстати, очень интересный комментарий, я с ним абсолютно согласна, в том смысле, что нужно понимать, в чём цель единого государственного экзамена, поступить в российский ВУЗ. То есть этот экзамен, он именно в рамках Российской Федерации действует, в рамках только российских ВУЗов. То есть это нужно осознавать и понимать. Да, целью ЕГЭ является градация выпускников. То есть мы должны вас градировать от шкалы от 0 до теперь 86 баллов, ну, которые в итоге всё равно будут переведены в 100, ну, то есть от 0 до 100. И для того, чтобы сделать это максимально эффективно для ВУЗов, для того, чтобы они могли отобрать самых лучших, самых ценных, самых прекрасных выпускников, нужна такая вот очень чувствительная, чувствительный механизм для этой градации. Именно поэтому базовый уровень теперь получает меньше баллов. Собственно, fair enough. Почему? Потому что если у вас ниже уровень, вы получаете, ну, чуть поменьше баллов, чем если у вас уровень повыше. И таким образом ФИПИ, опять же, не определяет ваш уровень. Оно стремится развести шкалу градирования как можно шире, чтобы ВУЗы могли отобрать даже 1 балл. Ну, полмала у нас нет. Ну, вот 1-2 балла будут иметь существенное значение. Теперь по поводу изменений в 38-м, в 4-м задании. Ну, ФИПИ очень старается сделать это коммуникативным, таким, чтобы это проверяло язык, чтобы это были какие-то такие задания жизненные. На самом деле задание Speaking for стало очень близко похоже на FCE, устную часть. Все вот эти рассуждения о плюсах-минусах, выражения мнения, описания фотографий. Вроде бы в реальной жизни мы так не описываем фотографии, но, однако, это позволяет проверить уровень готовности ученика, говорить на любую тему спонтанно. Вот какая бы тебе фото не попалась, ты можешь рассуждать о том, что там, что происходит и как люди ведут себя и какие от этого плюсы и минусы. Поэтому, в общем-то, скажем, хуже не стало. По поводу задания 38, у меня к нему, наверное, побольше претензий. Мне кажется, оно стало более шаблонизированным и даже слабые ученики при должной подготовке легко справятся с этой статистикой, особенно если они знают костяк, что где написать, и так подобрать туда статистические данные не должно составлять большого труда. Здесь я с вами соглашусь, Екатерина, я вот, признаюсь честно, четвертое задание устной части мне стало нравиться больше, потому что действительно оно по уровню сложности стало соответствовать уровню В2. и как-то вот именно качество оценки навыков устной части, навыков говорения ученика стало гораздо более объективным. А вот и соглашусь с вами по поводу 38-го теперь уже задания, на мой взгляд, оно стало какие-то совершенно простым, шаблонизированным, где мы просто действительно, и здесь ребята, те, у кого А2+, просто, пожалуйста, welcome, можно воспользоваться этим, действительно, подставив определенные данные, в то время, как раньше, я помню, как критиковало педагогическое сообщество, ну, 40-ое, это тогда задание, то, что у нас... Ну, все напугались статистики, что вы, что вы. Статистики, да, но предыдущий вариант критиковался так же, что по факту, сейчас вот я вижу в сравнении, что предыдущий вариант, когда мы аргументировали, был гораздо более таким интересным, вот на мой субъективный взгляд, как преподаватели, и мы работали больше вот с учениками, то есть так, давайте, вот так, а тут, а тут, а тут, аргументировали, как-то это было больше мозговой деятельности. А тут все еще вызывают сложности абзац 4, где надо более подробно написать, четко донести мысль про проблему, четко сделать решение, и так, чтобы оно было не просто какое-то там, не знаю, что первое в голову пришло, оно должно быть осмысленно, связываться с той проблемой, которую дети выявили. Тут при слабом английском, при нехватке лексики, дети испытывают сложности. Это точно такое есть. Но все остальное крайне шаблонизировано, и действительно, introduction бери из введения, статистику бери по шаблону. Там есть ловушечки такого плана, если вы все выучили шаблон про popularity of something, а потом вам попались environmental problems или health issues, то вы будете писать что-нибудь вроде deforestation is more popular than... Конечно, это будет нонсенс, работа, скорее всего, улетит в ноль. Но здесь травый смысл. Опять же, у нас есть всегда два варианта на выбор. Если один у нас указан с проблемой, то ее и не выбирайте, выбирайте тот, который про популярность. Да, к слову говоря, действительно, всегда есть выбор. Всегда вы можете выбрать какую-то тему, подходящую вам по набору лексики, которой вы владеете. То есть в этом плане это хорошо и достаточно лояльно. И в целом, признаться честно, вот тема ЕГЭ мне нравится. Сама идея ЕГЭ мне очень импонирует в плане того, что у ребят из любых регионов есть возможность поступить в хорошие вузы. Это просто замечательно. Ну, это потрясающе. Это просто потрясающе. И несмотря на всю критику, вот, признаюсь честно, я с удовольствием, ребят, готовлю к ЕГЭ, потому что в этом вижу вот этот такой вот большой смысл, такой хороший, правильный, тот, который, ну, должен быть. Социальный лифт. Это потрясающий социальный лифт. И говорю, это теперь как мама, а не как эксперт ЕГЭ. Мама, чьи две дочери поступили в лучшие вузы в Москве. И это потрясающе. Благодаря Олимпиадам, благодаря баллам. Благодаря ЕГЭ. Благодаря ЕГЭ. То есть даже Олимпиады, потому что ребята получают дополнительные баллы ещё из-за Олимпиады, что тоже классная опция. И медали. Школьные медали тоже дают баллы. Ну, наверное, они во всех вузах учитываются? Не во всех? Медали. Есть разная разболовка, но они обязаны давать балл. Это обязательно входит... Медаль входит в перечень дополнительных баллов. Кто-то даёт один, кто-то два, кто-то десять, кто-то семь. Но тут... Это то, что говорю я своему сыну. И вам тоже. И своим ученикам говорю. Учитесь, учитесь. Это единственный способ вообще подняться, что-то, чего-то достичь, быть счастливым. То есть вот именно развитие мозга, на мозг дан, чтобы его развивать. ЕГЭ – это классная опция для того, чтобы сделать шаг навстречу своей мечте. Вот. Вот интересный момент про первичные и вторичные баллы. Я просто вижу, что некоторые преподаватели до сих пор не совсем понимают, что ли, как их считать. Хотя на самом деле они никакой расшифровки не дали, но там настолько всё просто, что даже грубый гуманитарный подсчёт. Они могут немножко сделать другую градацию. То есть что мы сейчас делаем? Мы берём количество баллов, умножаем на 100, делим на 86, правда? Или сколько? 86. 86. Ну это такой очень грубый подсчёт, потому что они могут дать немножко разные градации под определённое количество баллов. То есть шкала переводов появится ближе, наверное, к маю, апрель-май, и мы всё это увидим. Но пока можно не нервотизироваться. А я, кстати, подсчитала. А я подсчитала. Могу поделиться. А там вообще ничего сложилось. Нет, они могут дать разное количество баллов определённым суммам. То есть это там… То есть нет такого, потому что сейчас, согласно вот тем баллам, которые они дали, ситуация такая, получается, изменили в тестовой части первое-второе задание аудирования, десятое-одиннадцатое чтение, и там какая ситуация? Ну достаточно шаблонная. То есть вот в первом задании аудирования и в десятом чтении четыре максимальные балла получают, то есть ученик может, чтобы сохранить хотя бы один первичный балл, максимум три ошибки сделать. И этот просто… Один первичный балл равен двум вторичным при подсчёте. Я это посчитала, просто так и складывается, получается что… Ну может быть, может быть, вы уже опередили ФИПИ. Давайте тогда я до конца свою теорию выскажу, а вы потом подпишите. Вы её потом проверите, как это выйдет, когда официально. Почему? Потому что они, в общем-то, вольны в интерпретации. То есть они могут определённому количеству баллов приравнивать их к стальке, а определённое количество к стальке. Заведут ли они какую-то другую формулу, не знаю. Пока мы пользуемся банальным процентным соотношением. Там 74 балла, например, превращаются в какие-нибудь, не знаю, там 86 или 88. То есть пока это просто процентное, чтобы примерно представить, что это из 100, но, мне кажется, пока тоже не стоит об этом думать. Набирайте 86 на ваших тестах. Я надеюсь, что мой грубый гуманитарный подсчёт всё-таки сработает. Это что-то всё здорово складывалось. Да. В общем, на самом деле не стоит этого бояться, но вот именно этот подход в отношении учеников, поскольку большое количество заданий базового уровня сложности, как мы сказали, 50, 49 баллов, если быть точной, составляет задание базового уровня сложности, но вузам требуются ребята с высоким знанием языка объективно. И тут, конечно, можно поплакать, но в целом просто учить язык и понимать, что это такая вот история, в общем-то, долгая. В целом, подводя итог нашей беседы, какой вывод я для себя делаю, как преподаватель, что хочу сказать. эксперты ЕГЭ, это замечательные люди, в первую очередь, они преподаватели, они очень переживают за учеников, очень переживают за родителей, сами они родители, сами они учителя, и не стоит демонизировать точно эту профессию, это факт. Второй момент, нужно быть осознанными и ученикам, и родителям, и знать, что на самом-то деле образование, вот именно в плане подготовки к выпускному экзамену, весьма открыто, вся информация публикуется, то есть вам, нам идут навстречу, всё публикуют, всё рассказывают. Конечно, доля критики у профессионального сообщества и со всех сторон, и со стороны родителей, и со стороны учеников всегда присутствует, но это некоторая национальная черта, я вот как-то к этому с любовью отношусь, признаюсь честно. А вот, единственный момент, который я вот не раскрыла, который меня дико забавляет, это акценты. Акценты, и вот мы, наверное, этим вопросом завершим, мне интересно спросить Екатерина, что она думает по этому поводу, потому что меня это очень забавляет, когда в экзамене, во внутреннем экзамене, который конкретно для нашей страны требует или американский, или британский вариант произношения, но я так всё-таки думаю, что там они больше про формулировки, но в целом, вот честно, не вижу в этом никакого смысла, вот это, мне кажется, прям вот тоже чисто такая русская черта в деталях, но тоже с любовью к ней отношусь, интересно заднение Екатерины на этот счёт. Ну, экспертам позволено снижать баллы за смешение произношения, за смешение лексики, flat и apartment в одном ответе, например, то есть не стоит, не стоит вот так вот сильно, да, миксовать варианты, но на практике, честно говоря, мне кажется, эксперты не снижают, потому что, ну, в общем-то, это оба здравомыслящих варианта, и, не знаю, может быть, в спеллинг немножко там как-то поопаснее на это посмотреть, то тебе там favorites you, то favorite без you, и как-то это в одной работе, да, немножко режет глаз, но в устных ответах маловероятно, что происходит снижение. то есть с написанием слова соглашусь, но вот что касается произношения, пожалуй, всё-таки Екатерина подтвердила моя мысль о том, что эксперты также действуют, исходя из здравого смысла. И, пожалуйста, не вводите вот таких жёстких критериев, потому что, ну, это английский, он остаётся английский, язык, это инструмент общения, давайте им пользоваться. Благодарю гостью долгожданную свою за интересную беседу. Надеюсь, что вам тоже было очень интересно. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и пишите ваши запросы, вопросы. Я тоже буду их комментировать, смотреть, и уверена, что Екатерина тоже будет следить за вашими комментариями, за вопросами. Всегда, всегда интересно знать, да, вот что, вот какие вопросы у вас возникают, да, вот что вам интересно. И это станет темой для наших новых видео. Спасибо большое, Екатерина, за интересную беседу. Спасибо большое, Марина, за приглашение, и я желаю вашим подписчикам, вашим ученикам быть такими же оптимистичными, как вы, готовиться к экзамену, много работать и успехов. Спасибо. Ребят, всем вставал в ЗАИГ. Субтитры создавал DimaTorzok